МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Команда в красных футболках под руководством Олега Газманова сборный хор Краснодарского края. Музыкальный проект «Битва хоров» показал всей России, на что способны артисты Кубани. Хор Южного региона завоевал сердца зрителей, обойдя Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Алтайский край. Краснодарский коллектив стал лучшим хором страны. Победителем «Битвы хоров» становится хор из Краснодарского края. Что вы сейчас чувствуете? Друзья, спасибо вам! Владимир Соколов, Владислав Судаков и Александр Порожный – одни из самых ярких участников проекта. Выпускников Института культуры, профессиональных артистов Краснодара еще до телевизионного триумфа знали, как коллектив «Адажио». Но после победы на «Битве хоров» они покинули квартет. На «Битву хоров» мы приехали в одном качестве. Мы приехали туда к квартетам «Адажио» в составе артистов в Краснодарской филармонии. А после «Битвы хоров» появилась арт-группа «Ларга». Вот это, конечно, глобальное изменение в нашей судьбе и в нашей жизни. Нас никто не поддерживал, кроме нас самих. То есть три человека – это абсолютно авторский проект. Авторский проект трех людей, трех друзей, трех единомышленников. То есть это было очень интересно, это было волнительно, даже страшно где-то в каких-то моментах. Не успела собраться новое трио – снова успех на большом экране. Арт-группа «Ларга» приняла участие в шоу «Наш выход». Выпускники Краснодарского института культуры вновь прославили родной регион и успешно выступили в проекте. Без продюсеров, режиссеров и пиарщиков ребята сами планировали свои гастроли и выбирали репертуар. За три года народная и эстрадная песня в их исполнении облетела почти всю Россию. Теперь знаменитые артисты с особой теплотой вспоминают о своих педагогах и беззаботных годах учебы в Краснодарском институте культуры. Я поступил на народное пение сольное в нашу консерваторию к Мякишеву Ивану Павловичу. И спасибо огромное Мякишеву за то, что они вложили душу и свое мастерство и свое умение. В этом году артисты выпустили первый диск. Помимо популярной эстрадной музыки, им интересны и другие направления. После благотворительного тура по Югре вместе с епархией в поддержку детей больных аутизмом, трио «Ларго» привлекла духовная музыка. Сейчас мы пробуем для нас немного другой стиль. Духовные песнопения, которые поются в Великий пост. То есть это другое звукоизлечение, другая стилистика, вообще все другое. Вот сейчас мы будем пробовать это петь и запишем новый диск. Впереди еще один благотворительный тур, запись второго диска с избранными народными хитами и новая песня. Подарок Олега Газманова, который после телевизионных проектов стал наставником и большим другом краснодарского арт-трио «Ларго». Светлана Кривошей, Анвара Гамов, телестудия «Дебют».